Я для молодёжи один пример расскажу. В одной церкви у нас, ну, недалеко сравнительно от нас, была одна сестра молодёжи, член церкви, член церкви, но у них мало было молодёжи, и годы проходят, и как-то как будто никто на неё внимания не обращает, и никто не предлагает замуж выйти, а годы-то проходят, и она начала колебаться, начала своими усилиями добиваться как бы этой цели, связалась с одним человеком, братья увещевали, просили, беседовали, не делай этого, в конце концов всё-таки вышла замуж за него. Отлучили её от церкви. Друзья дорогие, но что потом? Я сам узнаю потом. Брат-служитель с другой церкви рассказывает мне, говорит, подходит ко мне один молодой брат, хороший брат, и спрашивает про эту сестру. Брат, вот я хотел бы ей предложение сделать. Что вы скажете на это? И мне с горечью пришлось сказать, брат, к сожалению, она отлучена, она связалась с неверующим. А я так думаю, ну немножечко потерпела бы, да? Ну немножечко ещё бы подержалась бы, ну немножко ещё, и всё решилось бы по-другому. Терпение нам нужно, братья и сёстры, терпение. Не всё получается, ну потерпи. Трудно, ну потерпи. Трудно в семье, с детьми трудности. Потерпи, потерпи. Не всегда так будет. Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог!